привет а в этом видео мы с бабушкой специи расскажем о полезных свойствах а также показаниях и противопоказаниях такого замечательного корня как имбирь в народной медицине используют корни имбиря еще три тысячи лет назад было известно о лечебных свойствах имбиря сегодня его используют для профилактики а также при лечении множество заболеваний в этом видео мы с бабушкой специи расскажем обо всех полезных свойствах имбиря для организма человека часть растения которую можно употреблять в пищу это ветвистый узловатый корень растения а точнее побег который растет под землей в нем есть все полезные вещества а вот цветы и семена имбиря никакой пользы не носят корень имбиря оказывает на организм человека следующее воздействие борется с простудными заболеваниями стимулирует иммунную систему придает свежесть дыханию улучшает репродуктивную функцию организма улучшает работу желудочно-кишечного тракта укрепляет десна состав имбиря полезные свойства имбиря объясняются его богатым составом перечислять вещества которые входят в состав этого растения можно очень долго выделим основные это хром алюминий кремний магний фосфор калий кальций никотиновая кислота и многие многие другие в имбире есть много аминокислот которые необходимы для организма человека это и фенилаланин и триптофан и метионин к основным компонентам корня имбиря относятся крахмал сахар барниол камфен бисоболен и многие другие главный компонент это гингерол именно ему эта пряность обязана своим специфическим вкусом аромат растению придают эфирные масла в имбире очень мало калорий на 100 граммов всего 80 килокалорий имбирь это важный источник фитонцидов вещества содержащиеся в имбире обладают антимикробным свойством они выражены на достаточно высоком уровне это позволяет использовать имбирь для лечения кожных заболеваний также борется с инфекциями дыхательных путей народная медицина рекомендует при начальной стадии заболевания горла разжевывать ломтик свежего корня имбиря облегчение наступает сразу же а боль уходит если данный метод использовать несколько раз в сутки болезнь полностью отступит имбирь это важный стимулятор обменных процессов при ожирении происходит снижение скорости метаболизма то есть обмена веществ из-за этого даже самое привычное количество пищи дарит организму большее количество калорий чем обычно в результате возникают многочисленные жировые отложения на бедрах и боках чтобы справиться с ними необходимо физическая нагрузка и низкокалорийная диета а применение имбиря способствует процессу увеличивая эффективность методов создавая благоприятные условия усиление обмена вещей поможет человеку стать стране и имбирь важный источник антиоксидантов в корне имбиря содержится большое количество витамина е это антиоксидант средства для профилактики онкозаболеваний употребляя ежедневно пару ломтиков корня этого растения можно дать организму возможность противостоять развитию патологий имбирь для женского здоровья антиоксидантное свойство имбиря позволяет женщинам использовать его как средство против преждевременного старения корень является мощным противовоспалительным средством его применение оправдано в борьбе с паразитами грибками и вирусами для лечения бесплодия имбирь применяется для улучшения кровообращения а также в качестве противовоспалительного средства его применение дает возможность улучшить кровоток в органах малого таза снять воспаление тем самым создавая нормальные условия для зачатия ребенка также имбирь помогает убрать болезненные ощущения слабость избавляет от плохого настроения и судорог достаточно приготовить имбирный чай пить его в теплом виде польза такого напитка была подтверждена учеными из тегеранского университета они наблюдали группу женщин с выраженными признаками пмс имбирный чай помог справиться с симптомами без негативного воздействия мнение о том что полезен имбирь беременным или вреден расходятся лучше чтобы не навредить ребенку проконсультироваться с врачом-гинекологом наблюдающим беременность считается что в небольших количествах в первом триместре имбирь не принесет вреда будущей мамочки а наоборот поможет избавиться от токсикоза улучшить самочувствие во время лактации имбирь может попасть молоко эта пряность может испортить вкус молока также повлиять на сон ребенка вызвать у него аллергию имбирь для мужского здоровья по мнению ученых имбирь входит в пятерку лучших лекарственных растений для мужского здоровья регулярный прием имбиря и препаратов с ним улучшает работу сосудистой системы также систему кровообращения выводит из организма плохой холестерин имбирь также является прекрасным афродизиаком в корне имбиря очень много витаминов они способны стимулировать работу органов малого таза цинк увеличивает выработку тестостерона растение помогает бороться с микробами и бактериями она помогает лечение половых заболеваний а также воспалительных процессов естественно существуют и противопоказания применения имбиря во-первых необходимо тщательно изучить противопоказания перед тем как впервые попробовать имбирь при приеме любых лекарственных препаратов стоит проконсультироваться со специалистом чтобы узнать насколько имбирь совместим с ними пряность противопоказана при любых проблемах связанных с воспалением слизистой например желудка и кишечника при циррозе печени также гепатите c имбирь может привести к осложнению заболеваний также нельзя употреблять имбирь людям у которых обнаружены камни в желчных протоках пряность может вызвать движение камней вызывая сильные боли геморрой тоже является противопоказанием для имбиря при этом заболевании возникает кровотечение а имбирь разжижает кровь люди с патологией сердца высоким давлением должны быть осторожными в приеме имбиря детям до двух лет все пряности в том числе имбирь принимать не рекомендуется существует также и индивидуальная непереносимость растения а также аллергические реакции при температуре имбирь может еще больше повысить ее также имбирь применяется активно и в косметологии имбирь может улучшить состояние волос растение влияет на повышенную жирность головы она ее уменьшает избавляет от выпадения волос и перхоти применяется имбирь и для очищения кожи корень имбиря помогает избавиться от сухости кожи и также от прыщей он улучшает кровообращение улучшает цвет кожи многие задают вопрос полезен ли маринованный имбирь многие часто используют маринованный имбирь заказывая блюда восточной кухни составе имбиря сохраняется большое количество поливитаминов также кальция магния фосфора и аминокислот маринованный имбирь улучшает пищеварение помогает при отравлении используется в качестве анализирующего средства продукт полезен людям страдающим астмой улучшая деятельность дыхательной системы полезен имбирь и для улучшения работы мозга это были основные свойства показания и противопоказания имбиря перед применением лучше проконсультироваться со специалистом и будьте здоровы